Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях диетолог шоу «Зваженит о счастливе» канала СТВ Светлана Фус. Здравствуйте, Светлана. Будем сегодня говорить о похудении и диетах. Стоит ли на них сидеть? В общем-то, первый вопрос от Маргариты. Читала, что можно похудеть, если перед каждым приемом пищи пить стакан воды, а после еды не пить час. Это правда? В чем эффект? Во-первых, воду надо пить всегда. И таким образом, по крайней мере, люди, которые рекомендуют такую методику или такой способ, они на самом деле акцентируют на том, что вода – это важный компонент нашей пищи, который улучшает обменные процессы. Вот это первое. Второе. Когда мы пьем перед едой за какое-то время, естественно, что у нас это острое чувство голода пропадает, и мы, естественно, съедаем ту порцию, которую себе запланировали, и не переедаем. Пить после еды можно небольшими порциями прямо сразу, но основной прием воды уже такой достаточно приличной порции следующий, он может быть после еды, где-то через час-полтора часа, и тогда, ну, собственно говоря, наш организм понимает, что он есть уже не хочет, а хочет просто пить. Потому что после каждого приема пищи в обязательном порядке у нас, нашему организму, необходима какая-то порция жидкости, потому что мы еду едим, всасываются полезные вещества, это немножечко делает густой нашу кровь, и для того, чтобы разбавить и восстановить ее свойства, ну, собственно, вода нам нужна. Света задает следующий вопрос. Различные журналы предлагают очень много диет. Яичная, суповая, безуглеродная диета, дюкана. Как правильно выбрать подходящую для себя, и можно ли их чередовать? Вообще подходящую для себя надо выбрать нормальное здоровое питание. Дело в том, что уже, я не знаю, по-моему, в самых отдаленных уголках мира известно, что диеты не работают, но тем не менее люди все равно пытаются их придерживаться, и очередная диета, которая связана с какими-то серьезными ограничениями, заканчивается, как правило, окончанием этих диет и возвращением веса. И возвращением иногда бывает веса в несколько раз больше, чем было до того, как человек стал на диету. Поэтому нужно определять свой тип питания. Вот тип питания, он действительно, это включает в себя, собственно, и разнообразие в еде, и соблюдение режима питания. И когда человек питается разнообразно, у него в организм поступает достаточно много полезных питательных веществ, и в конечном итоге организм нормализует обменные процессы, и человек худеет. А диеты, ну вот они не работают, не работали, и работать никогда не будут. Это временный эффект и временное мероприятие, которое дает нестойкий и длительный результат. Потому что у нас есть еще следующий вопрос о диеты по группе крови. На чем они основываются? И я так понимаю, что пища, которая подходит одной группе крови, не подходит другой? Значит, если внимательно посмотреть вообще на такие рекомендации, то, как правило, мы увидим следующее. Во всех диетах, то ли это диета по группе крови, то ли это диета по каким-то другим принципам, в этих диетах, как правило, ограничиваются мучные и сладкие продукты, и жиры, естественно, да, ну и собственно, ну до каких-то пределов. И это уже имеет эффект. Но диета по группам крови уже давно, ну все это волнами проистекает в нашей жизни. На самом деле появилась она достаточно давно, и авторы этой диеты, они построили ее на, собственно, своем опыте. То есть они исследовали достаточно много людей, смотрели, какие продукты как влияют на человеческий организм, ну и вот сделали такой, как бы, ну, вариант питания. Но я хочу сказать, что никакого научного обоснования такой подход не имеет, но тем не менее, есть люди, которые, ну, люди надо какую-то пищу дать, вот они, собственно, и теперь по группам крови будут питаться. А есть ли диета, которая, ну, диета, кофе как-то влияет на обмен веществ? Потому что, спрашивая Таня, не могу обойтись без шоколада и кофе, есть ли диета, которая включает себя в шоколад и кофе? Любое нормальное здоровое питание включает в себя все продукты питания. Самое главное, нужно понимать, какое количество этого всего можно съесть. Кофе, напиток, содержащий кофеин, как правило, это достаточно полезный продукт питания и полезный напиток, потому что он содержит, кроме кофеина и тонизирующего всяких, тонизирующего эффекта оказывает на организм, он еще и содержит различные полифенолы, которые, как антиоксиданты, как вещества, необходимые нашему организму, влияют на какие-то процессы. Единственное, что есть какое-то определенное количество кофеина, которое может поступить в наш организм без такого сильного терапевтического эффекта, потому что очень многие знают, что кофеин это компонент, который применяется в виде лекарственного средства. И количество кофеина, которое не имеет такого явно выраженного уже лечебного эффекта или лекарственного эффекта, содержится такое количество кофеина в трех чашках кофе или чая. Вот это количество кофеина, которое человек может за день употребить без особых проблем для здоровья. Поэтому больше трех чашек кофеин, содержащих напитков, я не рекомендую употреблять. А с точки зрения шоколада, если это нормальный горький шоколад без разных примесей, ну, собственно, в чем здесь плохого в этом продукте питания? Это тоже как бы продукт, который содержит достаточно много полезного. И я хочу сказать, что и влияет он и на, скажем, уровень нашего настроения, но и, собственно говоря, количество шоколада, которое можно употреблять, это где-то, вот, израильские, есть английские ученые, есть израильские, из канадские. Так вот, израильские ученые, они провели различные исследования и, ну, как бы, рекомендовали употребление шоколада не более 20 граммов в сутки. Поэтому три чашки кофе и 20 граммов шоколада – это то, что можно включать в нормальное здоровое питание без опасности того, что человек поправится, если все остальное питание у него нормально сбалансировано. Есть еще такое понятие, как экспресс-диета, когда человек там или ничего не ест, или сидит там на одной воде или чая 7-10 дней. Чем чревато такое резкое похудение? Какими проблемами для здоровья это может вылиться? Значит, когда мы ограничиваем организм в питательных веществах, а у нас наше тело и вообще наши, наши все там составляющие, составляющие нашего организма, они состоят из белков, жиров, львов, витаминов и минералов. И для того, чтобы организм нормально функционировал, нам это все нужно ежедневно, потому что организм ни на секунду не останавливается, мы когда спим живем, мы когда не сидим живем, мы когда ходим живем. То есть у нас все работают внутренние органы, значит, и нам эта энергия нужна обязательно. Если мы ограничиваем энергию, происходит следующее. Организм начинает потихонечку замедлять свои обменные функции, перестает нормально синтезироваться то, что должно синтезироваться. И таким образом, если для одного какое-то временное прекращение поступления этих веществ не имеет большого значения, и в течение, скажем, 3-4 дней, это никак, если человек поголодал или сел на какую-то монодиету, это никак может на нем не отразиться. Но для других людей это может являться тем фактором, который запустит какое-нибудь заболевание. Например, щитовидной железы или какие-то другие проблемы в организме. Поэтому мы никогда не знаем, чем нам аугнется вот такое ограничение. Поэтому очень важно, мне кажется, понимать, что если ты к такому методу прибегаешь, то это в первую очередь нужно понимать, что уходит сначала мышца и вода, а жиры в конечном итоге никуда не деваются. И восстанавливается в обратном порядке за счет жира и за счет воды. А белки, которые были потеряны из мышечной массы, они восстанавливаются крайне плохо. И поэтому с каждым таким вот рывком экспресс-похудения количество мышц уменьшается, а количество жира увеличилось. Про жир у нас тут был вопрос. Как эффективно избавиться от жира на животе, который накопился за зимой? Что делать, чтобы избавиться от целлюлита? Есть ли какие-то продукты, которые сжигают этот тот самый жир? Ну, во-первых, такое понятие, как целлюлит, это существует только в пространстве пользователей. На самом деле такое понятие, как целлюлит, это заболевание, это воспаление жировой клетчатки. Значит, и надо понимать, что никакого отношения к той апельсиновой курочке, которую женщины у себя или мужчины наблюдают на теле, не имеет отношения вообще к целлюлиту. Апельсиновая курочка, это нормально для женского тела? Нет, это не очень нормально, почему? Как образуется апельсиновая курочка? То есть это неровности подкожной жировой клетчатки. Дело в том, что у нас клеточки жировые, они образуются в таких, как грозди виноград. И вот когда мы, скажем там, неправильно питаемся, немало двигаемся, у нас нарушаются там всякие процессы микроциркуляторные. И эти клеточки начинают увеличиваться, но они увеличатся неравномерно. То есть одна грозь винограда выросла больше, другая чуть меньше. И за счет этого появляются такие неровности на теле. И вот это вот и называется, собственно, вот эта апельсиновая курочка или дегенеративные изменения. Значит, но избавиться от жира на животе нужно точно так же, как и от всего остального. То есть, во-первых, вечерняя обильная еда, она приводит к тому, что в основном жир будет откладываться на береднем южной стенке. Это раз. Во-вторых, у женщин гормонально мы, если не занимаемся спортом и не работаем над своим телом, то практически гормонально у нас предрасположенность к тому, что у нас жир будет откладываться физиологически на бедрах и на передней брюшной стенке. Поэтому, естественно, что первое, что нужно сделать, это не есть и не переедать на ночь. То есть не есть всю еду, которую надо было съесть за день вечером. Это первое, потому что организм не успевает ее потратить. И второе, это для того, чтобы не образовывались вот эти неровности на теме, нужно, ну, во-первых, не пить много кофе, чая, потому что это то, что ухудшает микроциркуляторный процесс. Заниматься немножко физкультурой, ну, как бы, хотя бы какую-то двигательную активность увеличивать. И не набирать лишний вес. Ну, собственно говоря, то же, чего необходимо сделать. Но есть достаточно худые люди, у которых есть вот такие вот изменения на теле. Поэтому надо посмотреть на их питание и посмотреть, чем они в основном питаются. И, как правило, это избыточное количество соли, сахара и кофеина. Приводит к появлению апельсиновой архивии. Вот еще есть такой вопрос от Виктора. Правда ли, что ананас, имбирь, сельдерей сжигают жир? Еще я помню, грейпфрут говорили. Как их правильно употреблять, сколько нужно есть, и, может быть, есть еще какие-то продукты, которые... Значит, у нас жир сжигает. Что такое избыточная масса тела, да? И что такое вообще вот накопление жира? Это когда количество энергии, которую мы употребляем, меньше, чем то количество энергии, которую мы тратим. Основные энергоносители – это белки, жиры, углеводы. И от их соотношения, и от наличия физической активности зависит. Мы будем сжигать те запасы, ну, сжигать в кавычках, конечно, или использовать те жировые запасы, которые у нас есть. На самом деле специальных вот таких вот вещей, которые бы мы ели, скажем, или в виде там грейпфрутового сока, или просто грейпфрута, или в виде имбиря, или какого-то другого продукта питания, их не существует. Это все мифы. Потому что ускорение обмена веществ при употреблении этих продуктов происходит достаточно незначительно и вообще несущественно влияет на вообще весь обменный процесс. Вот, а организм у нас тратит энергию на несколько позиций, да? Первое – это на работу внутренних органов, второе – это на физическую активность, и третье – это на переваривание пищи. У нас есть еще там пару моментов, там, на рост, развитие, на поддержание температуры тела, вот, но это не так существенно. И поэтому, когда у нас соблюдается баланс между тем, когда мы кушаем и обеспечиваем свой организм нормальным количеством энергии, у нас организм все время использует те резервы, которые у нас есть. Если мы перестаем нормально питаться, уменьшаем количество еды, организм начинает запасать, как экстренный такой запас, да, он делает запас в, как бы, в жир. И поэтому, ну, естественно, что нарушение вот таких вот соотношений белков, жиров и углеводов в нашем рационе с избытком какого-либо из этого компонента может приводить к накоплению жировой массы. Хорошо. А есть еще такое мнение, что там не есть после шести, после семи. Давайте расскажем читателям все-таки за сколько часов до сна можно принимать пищу и в каком количестве. Я расскажу, что сейчас есть физиологические механизмы. Вот мы, когда покушали, любой прием пищи у нас вызывает, поднимает уровень гормона инсулина. То есть у нас появляется в крови повышенное количество глюкозы, выделяется инсулин, который должен эту глюкозу привести в норму. Вот этот процесс занимает в организме где-то 2,5-3-4 часа. И когда это все выходит на определенный уровень нормальный, в организме начинают вырабатываться те гормоны, которые тратят наши запасы. Поэтому обусловлено это следующее, вот эти временные рамки. За где-то 3-4 часа до сна нормально можно покушать и спокойно через 4 часа идти спать, понимая, что уже в твоем организме инсулин не работает так активно, а работают другие гормоны, которые будут, особенно ночью, да, тратить все твои жировые запасы. И мы в основном худеем ночью. Ночью? Конечно, потому что ночью, вот смотрите, мы же когда не двигаемся и когда не едим, наш организм использует для работы внутренних органов то, что мы наели за целый день или то, что у нас есть в запасах, да. Вот, и поэтому, когда мы останавливаемся, перестаем кушать и ложимся спать, это основной период времени, когда организм тратит свои запасы. И поэтому очень важно понимать, что полноценный нормальный здоровый сон, это очень важно в процессе нормализации веса. Сколько нужно спать? Нормально часу 8. Я вам хочу сказать, вот я на себе проверила, есть же всякие сейчас гаджеты, которые ты когда-то используешь, да, то ты видишь, например, какая продолжительность сна, сколько у тебя, какая частота сердечных сокращений, и таким образом рассчитывается примерно расход энергии за ночь. Так вот, если, например, я, ну пару раз так было, что мне пришлось долго очень не спать, там где-то я часа, там час где-то в начале второго легла спать, вот я за ночь потратила 200 калорий, ну 200 с чем-то, да, расход был такой, 200 где-то с чем-то калорий. А когда я ложусь спать в нормальное время, это где-то 400-500. Поэтому полноценный сон в 8 часов, и мы худеем. Мы все ждем, когда же наступит тепло, тепло все не приходит, холодно, и когда холодно, очень хочется сладкого. А сладкого кушать нельзя. Что делать? Чем можно, какими продуктами можно заменить, чтобы вот это желание утолить сладкое? Да, во-первых, смотрите, во-первых, сладкое кушать можно, потому что глюкоза является основным энергетическим топлимом для нашего мозга, для наших мышц, поэтому естественно, что сладкое можно употреблять. Другое дело, что нужно понимать, какое количество и, в принципе, что можно еще съесть для того, чтобы не так хотелось сладкое. Основной проблемой есть то, что наши люди, они не наедаются за прием пищи. То есть вот этот процесс перекусывания что-нибудь когда-нибудь, а не взять, сесть, покушать нормально, да, там, где есть сложные углеводы, там, где есть белки, например, там, растительная пища. Вот если человек научится нормально употреблять количество углеводов сложных, с этого момента тяга к такой, такая сильная тяга к сладкому, она постепенно начинает проходить, и через какое-то время человек реально понимает, что, например, сладкого он хочет один или два раза в день. Причем это может быть достаточно небольшого маленького десерта после обеда, например, или после какого-то приема пищи, когда маленьким объемом удовлетворяются все свои желания. Но питание должно быть вот именно, что оно должно быть полноценным, и человек должен наедаться. Он не может ходить проволоть и надеяться на то, что организм когда-нибудь не заставит его наесться какой-то легкой энергии в виде, например, глюз. Говорят, что даже кусок торта можно и кушать, но если съедаешь там до часу дня, например. Ну, смотрите, в основном кушать такие продукты питания, есть такие продукты питания нужно тогда, когда мы живем, ну, когда мы не спим, да, ну, потому что на ночь прийти наесть торта, ну, организм это не потратит. То есть он будет использовать эти запасы и закладывать их в депо, будет использовать там небольшую часть, но основная масса пойдет все-таки в запас. Когда мы двигаемся, когда мы работаем, даже если мы сидим в основное время на работе, но мы все равно встаем, что-то делаем, да, мы тратим еще дополнительное количество энергии, вот такие продукты питания, конечно, лучше кушать днем, тогда, когда мы живем. Есть ли какие-то продукты питания, которые, ну, очень вредно кушать, там, колбаса, конфеты, газировка, что-то такое, чтобы вот желательно от него отказаться? Ну, вы знаете, я вообще категорически против любого такого, ну, кондового фастфуда, да, то есть там, где явно и в составе продукта нет вообще никаких полезных ингредиентов. То есть надо все-таки пытаться людям читать этикетки, смотреть, из чего пища состоит, и вот продукты, которые не содержат ничего знакомого в названиях, да, то есть я думаю, что такие продукты кушать не надо. Не очень хорошего качества, как говорят исследования, да, проведенные, у нас есть и колбасные изделия, есть и молочные продукты, есть и кондитерские изделия, где много трансжиров и много таких ингредиентов, стабилизаторов и консервантов, которые есть просто не нужно, красителей, например, да, вот, но иногда используются, например, в каких-то продуктах питания такие стабилизаторы, консерванты и улучшители вкуса, которые не имеют такого паутного влияния, вот, поэтому я предпочитаю кушать еду, которая натуральная, вот если это кусок мяса, это кусок мяса, потому что я всегда знаю, что, по крайней мере, если там есть белок, там есть жиры, да, то я знаю, что, ну, какое-то приблизительное количество, но когда мы кушаем колбасу, например, то количество жира и белков мы не можем проконтролировать так активно, а есть там еще достаточно большое количество соли, да, то есть кусок колбасы может содержать практически там полсуточной дозы соли, поэтому вот я бы все-таки рекомендовала кушать нормальную просто еду, которая, вы знаете, вот это кусок мяса, так кусок мяса, кусок рыбы, так и сами из этого что-то делайте, потому что все полуфабрикаты, мы не знаем, с чего их готовят, мы не знаем, придерживаются ли те люди, которые готовят санитарных каких-то норм, и поэтому зарабатывать себе болезни, мне кажется, в наше время это уже безумно. Сейчас все больше набирает оборотов вегетарианства, сыроедения, отказ от мяса, рыбы, это полезно для человеческого организма, либо все же эти продукты должны присутствовать? Ну, знаете, мы вообще делимся на две большие группы, вот одни люди могут быть вегетарианцами, а вторые нет. То есть это зависит от того, насколько наша пищеварительная система активно ассимилирует те пищевые компоненты, которые поступают в наш организм. И, скажем, тоже железо, дефицит которого или там витамина В12 происходит при отказе от продуктов животного происхождения, он настолько негативно сказывается на жизнедеятельности человека, что, собственно, проблемы, которые потом могут возникнуть, они ничем не обоснованы, да, вот этот отказ от мяса. У нас люди привыкли переходить на такие, скажем, способы питания, когда говорят, что вот, у нас много питания мяса и все. Я очень часто привожу и в своих лекциях, и на своих курсах, я привожу такой пример. Если женщина 60 килограммов должна съесть 1 грамм белка на килограмм массы тела, и половина из этого белка должно быть пищей животного происхождения, ну, условно, это 30 грамм. Вот 100 граммов куриного мяса или куриной грудки содержит уже 22 грамма белка, или 20, да, и 2 яйца содержит еще дополнительно там грамм 12. Мы уже перебрали по белку животного происхождения. А мы еще едим молочные продукты и так далее. Базовое, нормальное питание, которым должен питаться вообще человек пожизненно, это питание, в котором 2 трети составляет растительная еда, и только 1 треть составляет продукты животного происхождения. И это очень мало на самом деле, если разобраться, что у нас есть и молочные продукты, которые содержат белок животного происхождения, там и сыры всевозможные, но я имею в виду молочных продуктов и твороги, вот, и, собственно, и мясо, и яйца. Поэтому если хорошо разобраться, то за день можно съесть одно яйцо, небольшое количество творога и маленький кусочек мяса или рыбы, и этого будет с головой достаточно, чтобы обеспечить продуктами, ну, белком животного происхождения. Весь остальной белок у нас поступает из продуктов растительного происхождения, но учитывая то, что его там всегда мало и он плохо усваивается, нам и растительной еды, поэтому надо раза в 3 больше. В общем, да. Поэтому это очень простое объяснение. И нет смысла так сильно загонять себя в угол, потому что некоторые люди переходят на такой тип питания, ну, как бы под воздействием каких-то внешних факторов, понимая прекрасно, что они, например, без таких энергетических источников и источников, например, того же железа, там, витаминов, жирорастворимых, они не смогут долго существовать. То есть они потом в любом случае будут возвращаться обратно или будут находить какие-то уловки. И дефицит энергетический, обусловленный, например, отсутствием белка полноценного и полноценного аминокислотного состава, он может приводить к тому, что человек начинает больше есть сладкого. И переход на вегетарианство не дает ничего. Я знаю, но у нас в проекте были вегетарианцы, которые были огромного размера. То есть это не повод защититься от избыточного веса и не повод даже восстановить какие-то функции потерянной здоровья. Потому что белки, если они используются в адекватном количестве, они помогают нашему организму бороться, например, с инфекцией, с окружающей средой, потому что это основа иммунитета и защиты наших клеток. И поэтому отказываться от таких продуктов питания смысла нет. Секундочку.